Я ненавижу ПК-гейминг. Звучит жестко, но это действительно так. Я в целом не против ПК, то что туда выходят игры, к тому же я никогда не осуждаю тех, кто предпочитает эту платформу больше чем консоли, и отдаю себе отчет, что ПК это вещь намного функциональнее по многим факторам даже в плане игр. Но как бы я не пытался заново пересесть на ПК, вкусить всю силу ПК-гейминга, в нынешнее время я просто сделать это не могу. И сегодня я об этом расскажу, а именно о том, почему я предпочитаю больше консоли, а не ПК. Я очень надеюсь, что видос вам понравится, поскольку я вас принесу немного в прошлое, и надеюсь, что вы поймете мою позицию на этот счет, и если это будет действительно так, то обязательно прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, поскольку контента про консоли на моем канале здесь выше крыши. И обязательно пишите свое мнение в комментариях на этот счет. Мой игровой путь начался с консолей, Sega Mega Drive, Dreamcast, кстати, довольно прикольная консоль была, потом плойка вторая, это вообще мазхэв, забавно получилось, что батя как раз-таки Dreamcast по причине не особой актуальности консоли с доплатой обменял нашитую плойку вторую. Это была просто лучшая сделка в моей жизни, мне кажется. И где-то около нее у нас появился ПК, если не ошибаюсь, где-то в 2004 году. Кстати, он на тот момент был довольно-таки мощным, что без проблем натянул даже GTA San Andreas и все игрушки до 2007 года. Сейчас, конечно, многие могут посмеяться насчет того, что я горжусь этим, ибо такие игры даже сейчас на телефоне идут, но, чтобы вы понимали, раньше реально не каждый комп мог вывести даже GTA San Andreas, о чем уж говорить о других играх. Потом же у меня появился Xbox 360, который стал ключевым событием в любви к консолям, ну а дальше у меня был Xbox One, Xbox Series, на котором я играю до сих пор. Кстати, если вдруг вы хотели бы себе тоже консольку, то советую ребят из Технодеуса, которые давно занимаются продажей айфонов, смартфонов, портативными устройствами и, конечно же, консолями, а именно PlayStation, Xbox, Nintendo, а еще и прочими гаджетами. Большой ассортимент, хорошие цены, дают гарантию на целый год и к тому же делают доставку по всей России. А еще по моему промокоду JumboMax вы получите скидку на игровые консоли в 1000 рублей. Поэтому, если вы хотите себе консольку, заходите в Технодеус по ссылке в описании, используй промокод, чтобы получить скидку и приобретай то, что тебе захотелось. Будучи ребенком, я уже понимал, насколько крут ПК-гейминг, поскольку это намного больше игр, они продаются везде намного дешевле. Ох уж эти самые антологи, которые ты мог купить за 150 рублей в ларьке у бабзины, игр так 15, а потом считать всему району, чтобы каждый смог установить. И, кстати, пиратские игры работали без диска. Эх, золотое время было. Функционал тоже крайне поражал, поскольку ты мог поставить чужие сохранения, юзать какие-нибудь читы, к тому же играть на чем угодно, как на клавиатуре и мыши, так и на геймпаде. И тогда казалось, что это действительно лучшая платформа для игр. Но сомнения в ПК-гейминге у меня стали появляться по ряду причин. Вначале меня стало подбешивать то, что игры с консолей ПК иногда отличались, и не выходили долгое время. Например, взять того же Человека Пука 2. Просто взгляните, какая разница в играх. И что? Консольная версия это та, которая получше. Да. Взгляните теперь на Пиратов Карибского моря. Знаете, что Star Wars The Force Unleashed долгое время не выходил на ПК, так и не вышел в The Born Conspiracy, не выходила сразу КТ-4 и так далее. Помимо этого, крайне бесила установка игр. Если раньше на консолях ты покупал себе диск и сразу играл без каких-либо установок, то на ПК нужно было ждать ее. И самый фиговый момент был тогда, когда ты дождался установки, но в конце выпрыгивает ошибка, которую ты ну никак не обойдешь. В итоге ты несешь назад этот диск в магазин, они проводят в кавычках проверку в течение 7 дней, ибо они нифига не проводят, поскольку этот же диск практически сразу прийти и беже ставят на полку продаж. И итог всегда один. Да, действительно, проблема в игре есть, выбей себе что-нибудь другое. Но тот выход был простой и железобетонный. Если ты хочешь, чтобы игра у тебя 100% пошла, купи лицуху. Это реально работало, единственное, найти лицуху было крайне сложно, ибо их мало кто покупал, и некоторые игры завозились с опозданием. Помню, как сегодня я испытывал фиговую кучу дисков с игрой Spider-Man Friender 4. Я покупал диски с разных магазинов, но итог был один и тот же. Одна и та же ошибка, из-за которой игра просто не запускалась. Еще лицухи стоили дорого. Если же пиратку ты можешь купить там за 150 рублей, где возможно найдешь еще несколько игр, то лицуха стоила порядка от 350 до 500 рублей за одну игру. А когда ты школьник, у тебя есть только копилка свиньи из пятерок и десяток, то это крайне дорого. Но твердое решение уйти из ПК вызвало случай с тем, что игры стали ужасно лагать, потому что мой комп устарел. А некоторые игры и вовсе не запускались. Чтобы вы понимали мощь моего терпения, я прошел первый Ассасин на ПК где-то FPS 15. Да, тормозилось все до такой степени, что звук шел нормально, а еще минут 5 смотрел ко сцену. Но я терпел до того момента, пока у меня не появился Xbox 360, который мне вспоминается с теплотой до сих пор, поскольку он мне подарил просто безумно крутой, а самое главное комфортный гейминг практически без геморроя. Да, конечно, у 360 были свои причуды, а-ля купи диск, он у тебя за счет региона может не пройти, но это были единичные проблемы и нужно было просто знать свой регион консоли. Конечно, сейчас времена изменились и многие ранние проблемы уже не такие уж и проблемы. И ПК в плане игр вырос в разы. И я даже скажу, что он обгоняет консольный по многим критериям. По графике, по количеству игр, так и по возможности кастомизации игр. Но о чем речь, если только на ПК, вы можете скачать всякие графические моды, поиграть в русифицированные Старфилд, сможете поиграть с русской озвучкой Фоквардс и так далее. И весь этот широкий спектр возможностей для многих действительно перечеркивает весь консольный гейминг. Но сейчас в ПК меня беспокоят совершенно другие проблемы, нежели раньше. Чтобы вы понимали, у меня появился недавно ноутбук, такие вот характеристики, если вдруг кому-то интересно. И сидя на работе, я решил закачать туда пару игрушечек. Но вот так незадача, несмотря на то, что игрушки скачаны прямо с Microsoft Store а-ля лицензия. По подписке Game Pass, кстати, который я всегда рекомендую покупать у неоднократно проверенных ребят из X-Games, ссылочка будет в комментариях. У меня вдруг не запускается компаньон Xbox, и соответственно из-за этого не запускается ни одна игра. Гугли, ищи, пытайся все это решить. Чтобы вы понимали, на эту проблему я убил около полутора часа. А надо было сделать следующее. Зайти в магазин, выйти со своего профиля из магазина, ввести свои данные еще раз, и все это заработает. Казалось бы, ничего сложно, но до этого я перепробовал множество других способов, которые оказались геморройнее, и они не сработали. А я полтора часа находился в психах и не играл. Ситуация с Gears 5 на моем ПК, которая произошла пару лет назад. В какой-то момент она попросту отказалась у меня запускаться, без каких-либо ошибок, и по-моему не запускается до сих пор. Конечно, во всем этом можно винить криворуких майков, которые хоть много стали делать для ПК в последнее время, но при этом не могут просто создать нормальный и удобный сервис, который бы не делал мозги. Как бы, окей, я еще консольщик, криворукий и все дела, но у меня есть ребята, а именно Снупи, который шарит за ПК, но у него вылетает Форза в рандомные моменты, были прочие проблемы. Тот же Виджил, который съездил на ПК, иногда закалебывается от проблем с играми, скачанных с Microsoft Store. И я считаю это ненормально, особенно когда ты приходишь с работы, дабы поймать тот самый расслабон, и по сути занимаешься пердолингом. И вся вот эта вот нервотрепка и пост к решению на внезапные ошибки просто меня вымораживает. Поскольку ты теряешь свое драгоценное время на то, на что терять по сути не должен, а тратишь на решение проблем. Когда я встречаю комменты по типу, ой, ну хз, что он там ноет, в ПК нету никаких проблем, он выдумщик. Я не поверю в то, что вы ни разу не сталкиваетесь с какими-либо проблемами. Поскольку залезая в интернет, вы можете офигеть от количества форумов по тем или иным проблемам практически в каждой игре. По всякой мелочи, а-ля звук, картинка, вылет, низ запуск, черный экран и так далее. И несмотря на то, что Steam один из самых офигенных и стабильных лаунчеров на ПК, но даже у него есть проблемы, с которыми нужно иногда повозиться. Если это для вас не проблема, то окей. Тут вопрос еще в стоимости. Чтобы собрать себе нормальный ПК для игр, тебе нужно около или больше 100 тысяч. И это когда консольки стоят практически в два раза меньше. Понятное дело, что если брать ценник игр, все равно сумма когда-то может выровняться. Но извините меня, если ты хочешь играть, выкидывать сразу 100к и до бесконечности. Либо 50к и накупить себе еще и игр на разницу, которые 100% без проблем пойдут. Но тут как бы выбор каждого, я согласен. Но порог вхождения в гейминг у консолей явно будет попроще. Опять же, чисто имхо. Конечно, ПК тоже можно сэкономить, собрать себе не такой топовый, урвать что-то по скидону. Но тут тоже нужно довольно-таки шарить. Потому что если ты будешь покупать какой-то готовый ПК у кого-то, да, вероятнее всего ты все равно переплачешь за сборку и так далее. И при этом, опять же, не факт, что какая-то новая, долгожданная и недавно вышедшая игра у тебя не будет работать как полное говно. Кстати, мы хоть и ругаемся на ту или иную оптимизацию на консолях, в большинстве своем игры все равно более чем играбельные. И в моем случае, когда я не шарю за железо, у меня не так много времени на решение тех или иных проблем, и я начинаю время реально ценить, приходит та самая консоль. От Нади большая коробочка, которая стоит у тебя там на столе, на тумбе или на полке. Два шнура, питание HDMI и один геймпад. Все. Подключил к телеку, к монитору, развалился, играй. Не знаю на самом деле, почему многие не понимают этого комфорта, поскольку, как по мне, игры созданы для того, чтобы расслабиться, классно провести время и, соответственно, на консоли ты можешь это сделать с куда меньшим геморроем. На самом деле, задумайтесь, геморрой это реальные проблемы. Если я скажу, что на консолях нет проблем, я совру. На них тоже есть проблемы, у Xbox это региональная ошибка в последнее время, которая убирается с помощью DNS. Тоже есть вылеты в играх, не запуск, но все это решается куда намного проще, либо там смены региона, либо перезагрузкой, а иногда проблемы просто в сервисах, которые находятся в обслуживании. Там делать ничего не надо, но нужно просто подождать. Но опять же, если взять все проблемы с ПК и консолей, на консолях в плане игр их будет в разы меньше, как ни крутите. Я уверен, что найдутся люди в комментах, которые будут кричать про мыло, про цены на игры, про максимальные возможности ПК, которые по факту тебе могут заменить все консоли вместе взятых. Ибо многие эксклюзивы, даже с плойки, сливают на ПК, а тут в целом да, они правы. В то же время, я понимаю челиков, которые мега шарят за ПК, им не впадло решать те или иные проблемы, или по везению они с ними каким-то чудом не сталкиваются. Но мой опыт таков. Что на ПК, что на ноуте, я очень часто ловлю всякую дичь, с которой я просто не хочу сталкиваться. Поэтому моя позиция крайне простая. Если я хочу играть максимально, без геморроя, без заморочек, не думая про то, на каких настройках у меня пойдет та или иная новая игра, я просто покупаю себе очередную консоль. И просто чилю. Многие, к сожалению, все еще не раскусили ту самую консольную культуру, мудрость, а-ля нажми на кнопку играй, видя в этом вопросе мыло, большую цену на игры, хотя в целом, используя посредников, цены на самом деле-то не такие дорогие, как официальные. И самое главное, обладая консолью, я уже знаю, что та же GTA 6 у меня запустится без каких-либо проблем. Да, хоть и в 30 фпс. Но в консолях это самое главное, просто дать возможность поиграть. И с этим они справляются более чем хорошо. Чтобы вы понимали, я не призываю этим видосом вас сыграть на консолях, просто поделился собственным видео на этот счет и объяснил, почему ПК это точно не для меня. ПК у меня есть. Я могу запустить какую-нибудь КС-очку или игру, которой нету на консолях, но у меня он чисто для работы, стримов, монтажа, и для игр я его использовать, по сути, не хочу. Потому что для игр я предпочитаю в основном консоли. Вот такие пироги. Надеюсь, вам было интересно послушать меня по этому поводу. Если это так, то прожимайте лайкусик, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение на этот счет. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok